Как сложилась судьба Хани Бубу после победы на детском конкурсе красоты? Эта девочка прогремела по всему миру 11 лет назад. Несмотря на неоднозначное отношение к детским конкурсам красоты, они все равно не теряют популярности. Родители самоутверждаются за счет своих детей, не думая о пагубном влиянии подобных мероприятий на неокрепшую детскую психику. Далеко не всегда ранняя слава приносит счастье. Напротив, нередко в дальнейшем служит источником серьезных проблем, таких, как в случае с Ханни Бубу. Алана Томпсон, она же Ханни Бубу, приняла участие в передаче «Коронованные детки» на американском телеканале в 2012 году. С первого появления девочка завоевала симпатию публики своей непосредственностью, живостью и артистичностью. Причем шестилетняя девчушка делала совсем не детские заявления. Она участвует в конкурсе исключительно ради денег, а ведь долларов заставляет ее визжать от радости. Нет, я, конечно, понимаю, откуда у шестилетнего ребенка такой речитатив. Скорее всего, наслушалась родителей, ведь именно оттуда наши дети и берут все самые интересные словесные выражения. Итак, пухленькая и симпатичная Алана быстро сообразила, что ей аплодируют зрители. Она закрепила свой успех танцами и песнями, и даже продемонстрировала складочки на животе. Тогда это вызывало умиление. Не отставала от Аланы и ее мамы Джун, она постоянно мелькала в кадре, не стесняясь громоздкой из-за лишнего веса фигуры и без вкусных нарядов. В интервью она признавалась, что дает дочери энергетики, чтобы та была бодрой и подвижной. Корону королевы Алана получила, но это было только начало ее телевизионной карьеры. Через полгода девочка и ее семья стали участниками реалити-шоу «Малышка Бубу». У маленькой знаменитости три сводных сестры – Анна, Джессика и Ларин. Джун родила их от разных мужчин, причем старшую в 14 лет. Папа Майк был родным, только Алане. Работал шахтером. Жили они на окраине маленького городка Макентайр в бедно обставленном доме. Питалась семья фастфудом, газировками, сладостями, вследствие чего женская половина этого дома не могла похвастаться стройностью. Причем семья не бедствовала. Только Алана получала по 50 тысяч долларов за каждый выпуск сестры совершенно не стеснялись камер. На глазах публики они делали вещи, которые в приличном обществе делать нельзя. Самое безобидное – это сморкались и ковыряли в носу. Шоу длилось два года. И за этот срок мера, упитанная Ханей Бубу, превратилась в ребенка с явно лишним весом – 56 килограмм при росте всего лишь 130 сантиметров. Изменился и ее характер. Девочка стала своевольной, капризной, у нее появились симптомы зависимости от камер. Многие СМИ и зрители критиковали передачу, обвиняли руководство канала в использовании детей ради рейтингов. Добавил масло в огонь и тот факт, что мать семейства бронесила мужа ради бывшего возлюбленного Марка. Не остановило Джун даже то, что мужчина провел 10 лет за решеткой, за сексуальное домогательство к ее дочери Анне, когда та была еще совсем ребенком. В 2017 году Джун пережила потрясение. Марк ей изменил. Она порвала с ним все отношения и вдобавок к этому решила похудеть. Ее вес на тот момент составлял, только представьте себе, 208 килограмм. Это был отличный повод для нового реалити-шоу. Многомиллионная зрительская аудитория плакала вместе с Джун и детьми перед операцией по уменьшению желудка. Но лично мое мнение на этот счет, что никакая операция по уменьшению желудка не поможет, если ты продолжишь вести свой прежний образ жизни. Здесь нужно менять именно образ жизни, а уже потом резать желудок и кожу. Джун очень радовалась полученным результатом. Сбросила она целых 140 килограмм, научилась правильно питаться и стала заниматься спортом. Иметь лишний вес звезде шоу-бизнеса в Америке выгодно. Девушка неплохо зарабатывает, у нее есть собственный магазин брендированных товаров. Ее помнят, их охотно покупают ее вещи. Плюс различные производители фастфуда постоянно заключают с ней спонсорские контракты. Семья переехала в новый и просторный дом. Джун нашла очередное счастье дизайнера Джина. Чтобы благополучие не отпугнуло публику, в шоу добавляли некоторую дозу ругани и вульгарности. Шокировали эпатажными выходками. Иделия закончилась в начале третьего сезона. Джина увлекся запрещенными веществами и алкоголем. Женщина от отчаяния опять стала набирать вес, но расстаться с бойфрендом отказывалась. Старшие дочери решили серьезно поговорить с матерью. Пришла и Алана, которая к тому времени жила у Анны. Девочка не справлялась с эмоциями и, захлебываясь слезами, начала кричать на мать о том, что она хотела бы жить в ее доме. Рассказывать о том, как она провела день, но она боится. Она боится быть у матери дома. Вскоре Джун и Джина задержали в захоронении запрещенных веществ, что привело к закрытию шоу. Но Ханни Бубу экран не покинула. Продолжила участвовать в различных шоу-передачах в августе 2023 года. Когда Бубу исполнилось 18 лет, она окончила школу и поступила в колледж. Девушка весит сейчас 128 килограмм и борется с ожирением, пробует физические нагрузки. Но результаты пока ее не радуют. В планах операции по снижению веса. Но окончательное решение не принято. Алана живет у Ларин, который является ее опекуном. Сестра дала разрешение на медицинское вмешательство. Поддерживает девушку и бойфренд, Дролин. И даже согласен пройти процедуру вместе с ней. Мать снимается в реалити-шоу «Мама Джун. Путь искупления» и советует дочери повременить с операцией. В соцсетях Алана нередко подвергается нападкам хейтеров. На ее страничке в социальных сетях они критикуют все подряд. Ее ногти, ее новые ресницы. Но, как говорит сама Алана, ей все равно. У меня все хорошо. Девушка не любит, когда ее называют Ханни Бубу и ждут от нее соответствующего поведения. Она хочет, чтобы в ней видели в первую очередь Алану. У нее большие планы на будущее. Получить образование, купить дом и машину, зарабатывать, чтобы ее дети ни в чем не нуждались. Сбудутся ли такие планы, покажет время. А пока девушка так и работает звездой экрана. Расстаться с телевидением у нее пока не получается. Одно время это был прям какой-то бум. Эти конкурсы красоты для детей были как фермы. Их такое чувство, что их словно клонировали. Однажды я просматривала ленту новостей, и мне попалась фотография вот с этими малышками, разукрашенными, завитыми, одетыми. И почему-то они были вот такими же пухляшками, как вот Алана в детстве. И бросив случайный взгляд на эту фотографию, честно, мне сначала показалось, что это женщины-карлицы. Только потом, открыв фотографию, я поняла, что это дети, которым от шести до девяти лет на тот момент было. Но они выглядели как разукрашенные женщины. Не знаю, на мой взгляд, может быть, мое мнение окажется непопулярным, но мне кажется, у детей должно быть детство. В период детства оно должно пройти, чтобы они успели наиграться, наскакаться по грязным лужам, накататься с горок. Я не знаю, все, что происходит в ихнем детстве, чтобы потом было что вспомнить. У них будет еще период взрослой жизни, когда они будут ходить и зарабатывать деньги и думать о том же, как прокормить свою семью и как накормить своих детей. А вот этот период, он должен быть волшебным, чтобы потом вспоминать и окунаться в него с радостью.